Я присоединяюсь к этому замечательному празднику, Ваня, радуюсь от души. Такое замечательное здание, такие замечательные люди. И так все хорошо идет. Эта история записана в Ветхом Завете. Одна женщина обратилась к своему мужу и говорит, давай мы для святого, который проходит мимо нашего дома, ну, комфортные условия создадим. Мы ему горницу, ну, горница у вас есть, и еще мебель туда, или что необходимо. И она перечислила, вот эти четыре вещи я вам тоже пожелаю. Для святых они необходимы. Первое, она говорит, постель мы сделаем. Друзья мои, пусть стены этого дома никогда не будут свидетелями вражды, войны, расприй, разногласий. Потому что дом мой, домом молитвы наречется, это раз. И дом, это Божий, это место покоя, это место успокоения, это место, где душа находит отраду. Сюда приходит каждый, кто переступит порог дома, и желаю этого, чтобы он находил успокоение, покой. Первое. Второе, что она предложила, стол. Об этом уже говорилось. Стол – это место общения. Это место, где разделяется пища. Это место, где общаются люди. Это место, где душа питается, и также, где разделяются сладкие, радостные общения христиан. Третье, что она посоветовала, это седалище. Не табуретку, не стульчик какой-то. Это намек на трон, это намек на престол. В самом начале прозвучало это слово, там место сюда. Пусть здесь всегда царит Божья справедливость, Божья правда. Аминь. Желаю этого. И последнее. Светильник. Вы знаете, светильник – это Божье слово. Это то, что помогает различить. Различить покой от беспечности. Потому что покой и беспечности очень похожи. Но покой – это от Бога, беспечность от дьявола. Оно помогает различать истинное христианское общение от компании друзей. Слово Божье. Потому что люди тоже собираются, охотники, рыбаки и прочие-прочие по каким-то своим интересам. Это не общение святых. Общение святых – это то, что вокруг Христа и вокруг Его Божественного Слова. Аминь. Духом Святым. И что там? Престол. Престол. Это, ну как, седалище, говорит. Значит, это Божье, скажем, Божий авторитет. Слово Божье помогает различить от домогания славы. Пусть никогда в стенах этого дома не будет тех, которые будут домогаться славой любой ценой. Отстаивать свои человеческие амбиции, свои человеческие авторитеты. Только авторитет Христа, Божьего Слова. Ну вот, вот это я вам пожелаю. Благослови Господь. Аминь. Благослови Господь.